друзья сейчас вы посмотрите ролик об обрезке второй год формирования посадка была в 2019 году проект называется татарский версаль прошлом году была обрезка структурная и в этом году у нас тоже обрезка структурная более подробно в этом проекте я уже выпускал видео можете посмотреть ссылку я закреплю в комментарии в описании к ролику так что всем приятного просмотра хорошего сезона хороших деревьев здоровых деревьев все поехали вот завершена по левой стороне структурная обрезка шпалеры правая сторона еще не тронута значит наверху сформирован на центральном стволе у нас повард по кончикам веточек тоже поварды крона должна быть обязательно сбалансирована и гармонично связи с этим при обрезке я не обращаю внимание абсолютно на это древесине год два года или сколько-то для меня важен баланс важно гармония и мы также обращаем внимание на биологические и экологические особенности роста и развития того или иного дерева здесь в данном случае либо европейская сорт болида поэтому у нас получается вот такой сейчас эффект значит сейчас мы приступим ко второй части у нас наши шпалеры на эту часть ушло полтора часа при работе то есть на всю шпалеру в общее время наверное уйдет у нас три часа сейчас я вам со стороны как это вот так это выглядит результат обрезки структуры обратите внимание как работаем с верхом с верхним ярусом так у нас есть процесс опекального доминирования мы вверх чуть-чуть придушиваем каким образом мы чередуем значит это мы вырезаем на кольцо это мы оставляем структурная обрезка вырезаем на кольцо оставляем вырезаем на кольцо оставляем вырезаем на кольцо оставляем и так далее у нас фактически так работает весь верх обрезка по верху по верхнему ярусу Вот таким образом. Еще один пример работы именно с верхним ярусом. Также вырезаем пучки на кольцо, чередуем на две-три почки, на кольцо на две-три почки. Нивелируем процесс опекального доминирования. Итак, особенности работы с верхом наших шпалер. Вот наши шпалеры. Здесь вот обрезочка уже завершена. Это наверху вот так мы формируем поларды. Вот так они выглядят. Сейчас я покажу поближе. Вот правильная обрезка на приполардинге. Видите, остаются вот почки, из которых как раз стартанут побеги. Это второй год уже формировки поларда. Вот такой уже кулачок у нас образовался в верхней части. Вот так он со стороны уже выглядит. Вот это у нас как раз работа на центральном проведнике с верхней частью. Здесь мы формируем поларды. На концах ветвей мы формируем тоже поларды. Вот такая обрезочка. Второй год идет обрезки. Года через два, через три будет отличный уже кулак здесь. Обратите внимание, вот на поларды еще на одном шпалере. Вот так произведена была обрезочка. И вот у нас два кулачка здесь намечаются. Это мы работаем так поверху. Вот обрезка на поларды. Полартинг. Вот обратите внимание, значит, как я говорил, на кончиках горизонтальных ветвей мы формируем поларды. Вот, например, здесь вот полард, обрезочка. И вот на кончике у нас вот такой полард. Это мы на кончиках формируем все горизонтали. Сейчас я покажу поближе. Вот так вот полард выглядит обрезочком на полардинг кулачок. Или вот, например, противоположный. Вот правильная обрезка. Видите, почки оставлены. И отсюда стартанут уже побеги. И обязательно расстояние между шпалерами у нас должно быть. Здесь будет активно все нарастать. И самое главное, это тоже также микроклимат. Видите, все оставлено, то есть есть расстояние. Вот так вот обрезочка происходит полардинг. Вот поближе сейчас покажу. Это на кончиках. Вот таким образом происходит структурная обрезка у нас ветвей. Значит, отмеряем две-три почки. Раз, два. И делаем обрезку. Раз, два. Делаем обрезочку. Вот поближе я подведу. Раз, два, три. Сделаем здесь вот так. То есть работаем и над структурой, и над балансом. Малопродуктивные веточки, вот как такие, мы вообще удаляем кольцо. Вот допустим, раз, два. И делаем обрезку. Вот у нас что получается, когда мы произвели, вот, например, обрезку вот этой веточки. Вот вид у нее. Вот вид. Вот так это. И вот я только забыл, вот эту малопродуктивную, естественно, мы убираем. Вот мы ее отрезали. Обрезать, обрезали. Вот, например, здесь, да, работаем как по вот этому пучку. Вот он выглядит так, этот пучок. Значит, вот эту старую древесину мы вообще уберем. Редукцию сделаем. Вот таким образом. Вот здесь уберем сейчас некоторое загущение. Мы вырежем вообще. И значит, что мы дальше делаем. Отмеряем. Раз, два. Делаем обрезочку. Раз, два. Здесь мы сделаем вот такой срез. Это мы малопродуктивно убираем. Здесь мы сделаем срез вот на эту почку. Ну, здесь мы сделаем вот на эту почку. И вот мы как раз отработали. Вот это все малопродуктивное мы уберем. Вот смотрите, как со стороны этот пучок выглядит. Вот он. Вот который мы обрезали. Единственное, что вот сейчас, вот это тоже малопродуктивное. Все сейчас уберем. Вот мы убрали. И здесь мы можем вот так сделать еще. Вот как этот пучок, который мы сейчас с вами обрезали, выглядит со стороны. Вот пучок, вот пучок. И, собственно говоря, так идет работа уже со всеми пучками. Вот, например, сейчас мы обработаем этот пучок. Значит, это мы старую вот эту древесину, видите, мы ее вырежем. Это вообще пенек. Здесь мы сделаем обрезку на вот эту почку. Раз, два, три. Здесь мы оставим тоже две почки. И здесь мы оставим вот так одну. Раз, два. Обрезали. Малопродуктивное мы уберем. Вырежем. И вот, посмотрите, картина. Как у нас получается. Вот со стороны. Вот мы сделали пучок. Раз, пучок. Два, пучок. И вот три пучок. Вот это единственное. Сейчас малопродуктивное уберем. Вот такая схема обрезки у нас идет по всем веточкам, кроме верхнего яруса. Верхний ярус мы с вами уже проговорили, как происходит обрезка. Все, две-три почки режем. Смотрим над структурой, смотрим над балансом. И вот так все это у нас работа по обрезочке продолжается. Вот, пожалуйста. Обратите внимание, что вот в ходе работы с пучками на горизонтальных веточках, вот такие пеньки, они подлежат обязательному удалению. То есть мы делаем срезку, обрезку на кольцо. Вот таким образом все сделали. И дальше продолжаем работу классическим способом. Две-три почки, обрезка. Две-три почки, обрезка. Так, и дальше есть еще моментик. Вот связанный, вот когда в пучках вот есть такая вот сильная веточка. Видите, она очень выбивается у нас, с опочтенением абсолютно нет никакого, никакого баланса. Мы ее вырежем на кольцо. Вот таким образом мы делаем на кольцо и полностью ее вырезаем. Вот, вырезали. Все. Пускай здесь появятся еще какие-то почки, и мы сбалансируем полностью этот пучок. Так как я уже говорил, у нас все пучки, все ветви и шпалеры должны быть сбалансированы. Вот так обрезаем. Какие-то малопродуктивные мы удаляем. Вот таким образом. Здесь просто можем вот так подрезку сделать, потом будем наблюдать, как здесь что пойдет. Ну вот такую надо удалять, конечно. Или вот, например, вот тоже веточка выбивается, мы ее сделаем. Вот здесь у нас с этой стороны есть почка. Вот я вам покажу, вот она. И вот мы срезик прямо над ней сделаем. Вот такой. Так. Потом здесь мы делаем вот такой срезик. Сейчас. А здесь мы обрезочку вот такую. Оп. И вот у нас получается уже. Так. Смотрите, как со стороны, например, эта веточка, предпоследний ярус. Вот. Две-три почки. Вот пучок. Вот пучок. И дальше уже работаем вот с этим, например, пучком. То есть здесь мы малопродуктивно удаляем. Здесь отмеряем две-три почки. Здесь отмеряем. Так. Вот пошло. Вот со стороны. Видите, у нас свет. Пучок, 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 пучок. Потом, когда отходить от шпалеры, подходить к ней, ну, на расстоянии 3-5 метров, чтобы посмотреть, можно уже еще сделать корректирующую обрезку, чтобы сбалансировать. Пока что это такая первая грубая обрезка, когда я нахожусь на лестнице на высоте, прямо непосредственно перед шпалерой. Ну и вот, допустим, у нас одна веточка уже все полностью готова. Видите, все пучки обрезаны на 2-3 почки. Где-то пеньки вырезаны, где-то произведена другая структурная обрезочка. Вот такие пучки. И, естественно, на конце у нас сформирован полард. Вот такой пучки. И дальше я буду подходить, отходить от шпалеры, и уже, может, в каких-то пучках я вырежу количество веточек. Например, здесь вот раз, два, три, четыре. Может, я одну вырежу, или две вырежу, или этот. То есть это уже я буду со стороны подходить и смотреть, чтобы у нас экран был сбалансирован. Вот таким образом произведена у нас обрезочка яруса. Ну вот, пожалуйста, по этому экрану проведена структурная обрезка правой стороны. Помимо верхнего яруса, все остальные ярусы вырезаются по каждому пучку на 2-3 почки. Смотрим над структурой, над балансом. По верхней части яруса, по верхнему ярусу я уже комментарий свои давал. Как там, какая схема обрезки. Ну и, соответственно, на концах всех горизонтальных ветвей у нас сформированы кулачки пологды. Вот они. Вы их можете видеть на концах ветвей. Вот таким образом у нас схема обрезки. Вот этот экранчик полностью готов. Уже еще несколько раз я отойду и уже посмотрю на какие-то тонкости, где точно, локально сделать обрезку ветвей. Вот, пожалуйста. А не веточек, да, в пучках имеется в виду. Вот такая обрезочка. Можете посмотреть. Сейчас вот с этими я еще поработаю с пучками. Я их чуть разрежу и на руку карачу. Сейчас я посмотрю. Когда отойду, уже открою. Пожалуйста, вот одна из веточек в пучках. Гармоничное количество ветвей, которые я оставил в пучках. По 3-4. Вырезано все на 2-3-4 почки где-то. И вот, пожалуйста, вот такие пучки. Имеет вот такой вид. А в целом шпалера после обрезки выглядит вот так. Сейчас я вам ее покажу. Вот, пожалуйста. Так она выглядит после структурной обрезки. Где все вверх один метод обрезки. Все остальные ярусы уже другой метод, который я видео уже много раз повторял. Пожалуйста. Вот так они выглядят. Наши шпалерки. Ну, естественно, я рекомендую для обрезки использовать вот такую лестницу. Тренога. Это так называемая японская лестница. Очень удобно с нее работать по шпалерам. Вообще по другим культурам. Под пиарному искусству. Искусство Ниваки. Вот такая тренога. Это новая высота лестницы. Я использую для шпалер, например, вот такую модель. 519-01-10. Артикул. Вот тренога. Очень устойчивая. Это профессиональная лестница. Ну вот. Наши шпалерки. Остается одна шпалерка. И все. Вот, например, находясь вот на таком расстоянии от экрана, я принимаю решение по какой-то корректирующей еще обрезочке после проведенной уже по структуре. То есть, ну, здесь все прекрасно, все сбалансировано, гармонично. Здесь я уже отходил много-много раз от шпалеры. Смотрел. Вот. И, в общем-то, здесь уже обрезка завершена. Вот так выглядят все остальные экранчики. Обратите внимание на обрезку шпалеры номер 5. А именно с левой стороны, снизу, если считать, ярус второй, третий и пятый. Видите, оно не доходит, веточки не доходят до бамбука. Там были пеньки. Я пеньки вырезал до первого ветвления. На концах сформировал поларды. И, соответственно, вот такая схема обрезки пеньки ни в коем случае не оставляем. И, значит, видите, даже не зафиксированы эти веточки, вторая, третья и пятая, к бамбуку вертикально. Они находятся в горизонтальном положении. Так что все отлично. Это все обрастет. И у нас на кончиках также на концах веточек будут поларды. Вот такая специфика обрезки, когда мы доходим до пеньков. Если какие-то пеньки образовались, если у нас их обязательно вырезаем, не оставляем. Вот в целом, как выглядит шпалера. Поговорим об инструменте, который я использовал по работе с данными шпалерами. Значит, первая, это у нас вот такая японская пила силки. Цуроги 200. Отличная пила. Она у меня всегда... Я ее использую по всем культурам. По лиственным, по хвойным. Это секатор. Вот такой Акадсуны. Отличный секатор. Очень его люблю. Особенно работаю с ним, когда большие объемы. Для какой-то такой уже тонкой работы я, конечно, использую Ханакумагава секатор. Вот это секатор Акадсуны. И вот такие использую ножницы для узких мест. Особенно хорошо. Это Акадсуны. Есть первые. Отличные. В данном случае вот я ими очень еще много работаю по хвойным культурам. Они прямо незаменимы. Ну, наряду с этим секатором я его практически столько же использую. Вот такой набор инструментов я использую как раз по работе со шпалерами. Которые вот как раз у меня и были в работе. Все инструменты есть японский. Отличный. Регулярно точу. Обработки все. И раны я замазываю на данный момент лакбальзамом. То есть все, что у меня образовывается, я замазываю вот таким лакбальзамом. Вот он. Лакбальзам. Отлично работает. Мне очень нравится. В принципе, мажу им в декоративных целях. Так что так вот. Это по поводу инструмента. Музыка. 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 Музыка.